Я приветствую всех на очередной лекции по минералогии. Напоминаю, что сейчас мы говорим о процессах минералобразования. Лекции наши обзорные, краткие, мы с вами нацелены на то, чтобы в двух словах обсудить наиболее важные процессы минералобразования. На прошлом занятии мы обсуждали магматиты, говорили о разнообразных магматических образованиях, в том числе я упоминал и о эффузивных образованиях. Ну а коли мы упомянули эффузивы, то, конечно же, мне не хотелось бы пройти мимо возгонов. Возгоны это очень интересные в минералогическом, да и не только отношении образования геологические, которые характеризуются очень необычной, очень своеобразной минералогией. Если посмотреть на минеральный состав этих ассоциаций, то мы увидим, что значительная часть минералов, которые мы встречаем в возгонах, в томоролах, является, в общем-то, минералами характерными именно для этих объектов. Многие минералы являются именно эндемиками данной формации. Если говорить о источнике газов, из которых преимущественно отлагаются минералы, то мы увидим, что источники газов в фумаролах могут быть двух типов. Газы могут быть магматические, ну а нередко и такие фумаролы именуются первичными фумаролами. Ну и нередко мы сталкиваемся с тем, что газы в фумаролах, которые именуются вторичными, являются ничем иным, как воздухом, который каким-либо образом попал в вулканиты и нагрелся. Источник тепла – это остывающие вулканиты, а источник газов – отчасти, конечно же, это какие-то глубинные газы, которые от вулканитов отделяются, но в основном, конечно же, это воздух, который вулканитами тем или иным способом, который оказался захваченным. Если посмотреть на температурный интервал формирования фумарол, минерала фумарол, то мы увидим, что диапазон очень большой – от десятков градусов до практически тысячи градусов. Но при таком разбросе температур давление низкое, оно близко к атмосферному. Если говорить о низких температурах, то мы увидим, что минералы, которые формируются при таких незначительных температурах, чуть менее 100 градусов, мы увидим, что минералы, которые при таких температурах формируются, они близки гипергенным минералам ассоциаций, низкотемпературные фумаролы, близки гипергенным ассоциациям. Но если мы обратим внимание на минералы, которые формируются при температурах больше 100-150 градусов, то здесь мы увидим, что, конечно же, минералы фумарол будут отличаться. Эти ассоциации будут весьма и весьма специфичными. И, собственно говоря, вот эти ассоциации, которые формируются при температурах больше чем 100-150 градусов, и относят именно к фумарольным. Фумарольные ассоциации, фумарольные процессы минералобразования в фумаролах, они очень интересные. Это своего рода стык процессов эндогенных и экзогенных. И это, в общем-то, мы чувствуем, работая с минералами возгонов. В каких обстановках идет отложение минералов в фумаролах? Ну, самый типичный, конечно же, случай – это прямое осаждение из газовых струй. Вырывающиеся на поверхность газы охлаждаются, резко охлаждаются, и за счет резкого падения температуры у нас идет осаждение вещества. В некоторых случаях мы видим, что газы начинают реагировать с атмосферы. И в таком случае тоже может идти осаждение вещества. Самый типичный вариант отложения минералов – это отложение из газовой фазы. Нередко мы видим, что газовые струи, которые просачиваются через отложения вулканические, взаимодействуют с вмещающими породами, и идет не только отложение минералов на этих породах, на обломках пород, но и идет замещение вулканитов за счет реакции с ними газовых струй. В некоторых случаях мы видим, что минералы в фумаролах замещают магматические ассоциации вмещающих вулканитов. Экзотичные, весьма экзотичные обстановки кристаллизации минералов при разгрузке газовых струй в воду. Но я не буду это комментировать, достаточно такой момент. Достаточная ситуация редкая, специфичная, но тем не менее, конечно же, интересная. Ну, не будем сейчас об этом говорить. И, конечно же, нужно упомянуть о преобразовании минералов, которые сформировались в возгонах, с атмосферой, с метеорными водами. Вот эти процессы преобразования первичных минералов, которые отложились в фумаролах, они тоже достаточно интересны и достаточно масштабны. Происходит взаимодействие с кислородом воздуха, происходит, ну, соответственно, окисление. Происходит взаимодействие с метеорными водами, которые могут просачиваться на метры и взаимодействовать с минералами, которые отложились из газовых струй. Нередко мы видим реакцию с углекислым газом воздуха. Ну, и, конечно же, самое обычное, об этом тоже не надо забывать, остывание, которое газовые струи могут менять направление движения, и участки, которые находились при высокой температуре, естественно, могут остывать, и отложившиеся при высоких температурах минералы будут преобразовываться, ну, как минимум, будут происходить распады твердых растворов. Итак, основной механизм образования минералов в возгонах – это отложение из газовых струй. Газы для фумаролов – это и источник тепла, это и, конечно же, носитель разнообразных компонентов, это и летучие компоненты, это и компоненты, которые образуют комплексы с разнообразными металлами, ну, это и, конечно же, сами металлы, которые газовыми струями переносятся. Металлы самые разнообразные и халькофильные, начиная, видите, от распространенных, заканчивая достаточно уже более редкими элементами, и халькофильные элементы, опять же, начиная от достаточно распространенных элементов – железо, банадий тот же – до весьма редких, экзотических. Нередко в фумаролах мы видим самородное золото, в частности, на толбачке самородное золото в фумаролах известно, в некоторых случаях даже видимые глазом. Ну и, конечно же, нужно упомянуть о рении, интереснейший элемент, который, в общем-то, в фумаролах тоже дает о себе знать. Ну и, конечно же, газы – это мощные агенты, или окислительные, или восстановительные, в зависимости от типа фумарол. В газовой среде, нужно помнить, очень эффективно происходит разделение элементов. И нередко в фумаролах мы видим минералы тех элементов, которые обычно находятся в рассеянном состоянии. Но приведу только один пример – появление собственных фаз рения. На фумаролах вулкана Кудрявого, это южные Курилы, в свое время, относительно недавно, был открыт сульфид, десульфид рения, ринеид. И этот сульфид здесь не экзотичен, он достаточно обилен. И, в общем-то, можно говорить, что на вулкане Кудрявом сформировалось целое месторождение рения, которое генетически связано с деятельностью фумарол. Еще раз повторюсь, в газовых струях нередко мы видим, что протекает очень эффективно процессы разделения тех элементов, которые в иных обстановках находятся в тени каких-то других более распространенных химических элементов. Здесь мы видим появление фаз редких элементов, которые обычно рассеяны. В зависимости от состава газовых струй формируются специфичные типы минеральных ассоциаций. Мы в зависимости от состава газовых струй можем выделить фумаролы восстановленные и фумаролы окисленные. В установленных фумаролах источником газа являются магматиты. И газы, как следует из названия этих фумарол, они, конечно же, восстановлены для этих фумарол, характерные, разнообразные, в первую очередь, сульфиды и сульфасоли. Сера является тем элементом, который позволяет нам понять характер фумаролы. В восстановленных фумаролах, конечно же, мы будем сталкиваться в основном с серой в сульфидной форме или в виде сульфасолей. Фумаролы восстановленные, связанные с вулканитами, естественно, и источник газов — это непосредственно вулканиты. Газы отделяются от вулканитов. Это ювенильные газы. А вот в окисленных фумаролах источником газа является атмосферный воздух. Пирокластические постройки работают как огромные-огромные печи. Остывающие вулканиты нагревают воздух, который туда каким-то образом попал. Воздух начинает, естественно, подниматься вверх, и в верхних частях этих построек газовые струи вырываются на поверхность. У нас формируются фумаролы. Ну и таким образом образуется своего рода тяга. В нижних частях конусов пирокластики воздух подсасывается холодный, разогревается вулканитами и выходит в верхних частях таких построек. Работает такая вот в кавычках огромная-огромная печь. И газы, которые выделяются в фумаролах, по составу очень-очень близки атмосферному воздуху. На таких фумаролах, если вы будете работать, то, в общем-то, вы можете таким газом дышать. Он не сильно, повторюсь, отличается от атмосферного воздуха. Но если вас не смущает температура 300-400 градусов, то этими газами в некоторых случаях, в общем-то, можно дышать. Это окислительные фумаролы. И реперным элементом, который позволяет нам понять, с каким мы типом фумарола столкнулись, является сера. К окисленным фумаролам относятся, конечно же, знаменитые фумаролы толбачика. Эти фумаролы генетически связаны с большим трещинам толбачинским извержением. Оно прошло практически уже 40 лет тому назад. И с вулканическими постройками, которые сформировались, связаны фумаролы. Один из самых известных является второй шлаковый конус северного прорыва. Он сейчас представлен на фотографии. Вот он, второй шлаковый конус. Фотография сделана с первого шлакового конуса. И вот на вершине второго шлакового конуса работают многочисленные фумаролы. 40 лет прошло с вот этого мощнейшего извержения. И все эти годы здесь работают фумаролы. Если посмотреть на состав газов, которые выходят на поверхность, то это 99% атмосферного воздуха. Температуры самые разнообразные. Максимальные отметки достигают практически 500 градусов. Фумаролы второго шлакового конуса являются с точки зрения минерального разнообразия уникальными объектами. Вообще в этом районе было установлено около 300 минералов, которые связаны в той или иной степени с фумарольной деятельностью. 300 минеральных видов. И из этих трех сотен минеральных видов 130 приблизительно новых минералов, которые были открыты именно здесь. Фумаролы большого трещинного толбачинского извержения являются рекордсменами по количеству открытых новых минеральных видов. Очень долгое время, многие десятилетия, таким рекордсменом оставался Хибинский массив. Действительно, с Хибинским массивом связана интереснейшая минерализация, рудные объекты. Но этот объект, этот массив, он достаточно крупный. И никого не удивляло, что с этим уникальным крупным интрузивом щелочным связано большое количество открытых новых минеральных видов. Но с недавнего времени фальва первенства перешла к фумарольным образованиям толбачика. Здесь открыто больше новых минеральных видов, чем в Хибинском массиве. На сегодняшний момент около 130 минералов. И, конечно, с каждым годом это число будет увеличиваться. И при этом надо понимать, что объекты, которые изучаются на толбачике, они достаточно компактные. Знаменитые фумаролы, например, арсенатные. Это тело относительно небольшое, протяженностью около 10 метров. И вот на таких достаточно компактных объектах мы сталкиваемся с совершенно фантастической по разнообразию минералов минерализацией. Среди окисленных фумарол сульфиды фактически отсутствуют. Сера вся находится в окисленном состоянии. Здесь мы сталкиваемся с сульфатами. Это главное, если говорить о серии. Помимо сульфатов, типичные для фумарольных ассоциаций окисленного типа вонодаты, арсенаты, естественно, оксиды и многие-многие другие кислород, содержащие соединения. Ну и надо отметить хлориды. Минерализация данных фумарол не только интересна в структурном отношении, не только интересна благодаря своему разнообразию минеральному, но они интересны и просто визуально. Это минералы часто представлены хорошо образованными кристаллами, к сожалению, иногда мелкими. Кристаллы часто бывают ярко окрашенные. Но давайте на наиболее интересные минералы посмотрим. Наверное, одним из самых распространенных оксидов, который на этих фумаролах отмечается, является тенорид. Минерал составом Купрум-О. Мы привыкли к тенориту гипергенному, к минералу, который образует какие-то сажистые выделения, скрытокристаллические агрегаты, небольшие псевдоморфозы по минералам меди. Здесь же мы сталкиваемся с теноритом в виде кристаллов. Уплощенные, игольчатые кристаллы, любопытные дендритоподобные агрегаты. Морфология тенорита фумарол-толбачек очень разнообразна. Размеры выделения тенорита не маленькие, до первых сантиметров таков размер кристаллов тенорита. Помимо тенорита мы здесь сталкиваемся с разнообразными сульфатами, арсенатами, ванодатами и так далее. Только некоторые примеры приведу. Евхлорин, сульфат, калия и меди, кристаллы, зеленые корки, фидотовид. Визуальные образцы бывает похожи, но если на них смотреть глазом, не под бинокуляром, это тоже сульфат, калия, натрия и меди. Такие яркие, изумрудно-зеленые кристаллы. Очень красивые кристаллы и агрегаты дефилерита. Это уже арсенат, меди, цинка, магния, натрия, вот такого состава минерал и дефилерит. Ярко-синий, очень действительно яркий минерал, очень красивый, образуют игольчатые кристаллы, корочки игольчатых кристаллов. Безумно интересный минерал. Вот любопытный минерал шоферит. Это ванодат. Но если приглядеться к стихиметрии этого минерала, может быть, вы вспомните, что это минерал со структурой граната. Данный минерал относится к надгруппе граната. И он имеет структуру граната. Шоферит. Минерал ванодат, натрия, кальция и магния. Вот такие ярко-желтые шишечки на ангидритовых агрегатах встречаются в этих фумаролах. Очень интересный минерал. Что любопытно, что минерал из надгруппы граната, структуры граната. Ну и здесь мы можем столкнуться с хлоридами. Это минералы ряда галитсильвин. Они образуют корочки, кристаллы кубического габитуса, скелетные кристаллы, очень характерные этих минералов. Очень интересен их состав. Работая с галином и сельвином, мы привыкли, что эти минералы осадочного генезиса, которые отлагаются из рассолов, мы привыкли к тому, что они имеют состав близкий к теоретическому. Галит практически чистый натрий хлор, сельвин практически чистый калий хлор. Здесь же эти минералы формируются при совершенно иных температурах, 300-400 градусов, иногда чуть выше. И между этими минералами при таких температурах образуются твёрдые растворы. И вот эти кристаллы солей, это не чистый галит или чистый сельвин, это твёрдые растворы между этими минералами. При остывании они могут распадаться. Это вот такие совершенно необычные минералы ряда галит сельвин. Ну и восстановленные фумаролы, о них я буквально два слова скажу. Источник газов — это остывающие вулканиты, практически нет кислорода, воздух практически не участвует в формировании этих газовых струй. И это обстановки восстановительные. И, конечно же, для этих фумарол характерны в первую очередь сульфиды. Сульфиды, сульфасоли — это характернейшие, я бы сказал, даже реперные минералы для фумарол данного типа. Они, конечно, известны тоже в мире достаточно широко, но для нас, наверное, представляют наибольший интерес фумаролы вулкана Кудрявой. Они активно изучались, и там были открыты интереснейшие фазы. Ну, в частности, посмотрите на абрамовит, такой вот минерал висмута, индия, олова и свинца. Интересная по составу, конечно, фаза. Знаменский иид, состав вы видите. Ну и, конечно же, самый известный минерал этих фумарол, это диссульфид рения, ринеид, ринеид-2, минерал, который здесь был открыт, и причем не только открыт как минеральный вид, но здесь фактически было открыто целое месторождение рения. Вот такой крайне необычный эндемик данных фумарол, ринеид. Это восстановленные фумаролы. Так, ну и в заключение два слова скажу о полезных ископаемых, которые могут быть связаны с фумаролами. Конечно же, масштаб фумарольной деятельности обычно незначителен, и говорить в большинстве случаев о промышленной значимости этих объектов не приходится. Но в некоторых случаях с фумаролами могут быть связаны промышленно значимые объекты. Какие это полезные ископаемые? Ну, наверное, самое типичное, самое понятное, это месторождение самородной серы. Такие месторождения известны на Курилах, такие месторождения известны в других странах. В некоторых случаях месторождение борной кислоты. Ну и вот эти уникальные курильские фумаролы с реневой минерализацией. Здесь рене образует промышленно значимое скопление. Но самое главное, самое распространенное, это, конечно же, проявление месторождения самородной серы. В некоторых случаях мы сталкиваемся с крайне необычными... Ну, в чем необычность? Наверное, в способах добычи. С крайне необычными месторождениями самородной серы. Я говорю о сульфатарах вулкана Иджин на острове Ява. Здесь работают многочисленные сульфатары. Мы видим газовые струи, из которых идет отложение самородной серы. Механизмы формирования самородной серы из газовых струй могут быть разные. Но и в том, и в другом случае речь идет о разложении сероводорода с образованием самородной серы. И при поверхностных условиях, на поверхности из газовых струй, за счет разложения сероводорода, отлагается самородная сера. И в чем необычность этих месторождений вулкана Иджин? Самородная сера здесь собирается и в виде корок с поверхности. Ну, а в некоторых случаях самородная сера, отложившаяся, может плавиться, и она собирается в расплавленном виде, как можно видеть на этой фотографии. Вот таким вот образом добывают самородную серу в данном вулкане. Очень, конечно же, экзотично. Вот такие вот яркие примеры фумарольной минерализации. Ну, я думаю, с этим можно сейчас закруглиться и перейти к гораздо более значимой для нас теме к рассмотрению метасоматических пород. Мы с вами только вскользь поговорим о метасоматитах, я упомяну о наиболее важных метасоматитах, ну, и постараюсь в двух словах охарактеризовать минеральный состав наиболее важных метасоматических пород и, естественно, скажу о месторождениях, которые с этими метасоматитами бывают связаны. Ну, прежде несколько общих слов вообще о метасоматитах, что это такое и как они образуются. Термин появился в XIX веке, но понимание процессов пришло уже, конечно, в XX веке. Очень много сделали для понимания процессов мирообразования при метасоматозе в Советском Союзе. И, конечно же, наверное, наибольший интерес представляют для нас работы, основоположник, можно так сказать, учения о метасоматозе, работы Дмитрия Сергеевича Коржинского. Я привожу здесь на слайде определение, которое Дмитрий Сергеевич в свое время дал, метасоматозу. По Коржинскому метасоматоз — это замещение горных пород с изменением химического и минерального состава, при котором растворение старых минералов и отложения новых происходит практически одновременно. Это очень важный момент. Растворение старых минералов и отложения новых происходит практически одновременно, в результате чего порода сохраняет свой объем, важнейший момент, и твердое состояние. При замещении одних минеральных ассоциаций другими, при метасоматических процессах, сохраняется объем и, как правило, сохраняется твердое состояние породы. Как правило, почему? Скоро станет понятно, сейчас мы будем обсуждать высокотемпературные метасоматиты и будем видеть, что в некоторых случаях возможно подплавление пород. Но это только справедливо для высокотемпературных метасоматитов и происходит не всегда. Как правило, в большинстве случаев породы сохраняют твердое состояние и свой объем. За счет чего происходит замещение одних минеральных ассоциаций? За счет воздействия на исходные минералы флюидов. Флюиды самые разнообразные, это могут быть гидротермальные растворы, это могут быть газы. Ну, а чаще всего, если речь идет о среднетемпературных, высокотемпературных флюидах, это флюиды надкритические. Так, флюиды надкритические. Образование метасоматитов происходит за счет взаимодействия пород с флюидами. Флюиды просачиваются по каким-то ослабленным зонам, по микропорам, меганируют через какие-то трещинные зоны, через разломы. И за счет взаимодействия флюидов с породой у нас с вами образуются метасоматиты. Там, где контакт исходных пород с флюидами наиболее простой, естественно, там породы изменяются интенсивнее. Там, где доступ флюидов затруднен к породам, изменения становятся минимальными. Ну и в итоге мы с вами можем выделять так называемую метасоматическую колонку. Теловая зона метасоматической колонки примыкает обычно к флюидопроводящей системе, к системе, например, трещин. В тыловой зоне исходные породы максимально изменены. Ну а по мере удаления от флюидопроводника, от какой-то некой трещины, интенсивность изменения снижается. И в конце концов мы можем подойти к внешней зоне, где в метасоматической колонке интенсивность изменения будет минимальная. А потом уже мы можем выйти за пределы метасоматической колонки и оказаться уже в неизмененных породах. Образование минеральных ассоциаций в каждой зоне метасоматической колонки связано с установлением локального, подчеркиваю, локального химического равновесия. И наличие зон с определенным минеральным составом – это характерная черта метасоматических пород. И вот эта вот неоднородность химического состава метасоматитов, наличие зон в метасоматической колонке с определенным химическим составом является надежным признаком, который позволяет отличать метасоматиты от каких-то иных образований. Мы недавно говорили о магматических породах, и я говорил, что в магматических породах хорошим признаком, который позволяет выявлять порядок кристаллизации минералов, является идиоморфизм минералов. Идиоморфные кристаллы в магматитах, мы полагаем, формируются первыми, а ксеноморфные зерна, выполняя свободное пространство в породах, конечно же, мы полагаем, формируются одним из наиболее поздних. Идиоморфизм, и ксеноморфизм минералов позволяют нам устанавливать порядок кристаллизации минералов в магматических породах. В метасоматитах признак идиоморфизма не работает. Не работает. Порядок отложений минералов мы можем установить по обрастанию одних минералов другими, или по пересечению одних минералов или одних минеральных агрегатов другими. Обрастание и пересечение – это признаки, которые позволяют установить порядок отложения минералов в метасоматических каких-либо породах. Для метасоматитов чрезвычайно характерно образование псевдоморфоз, об этом не надо забывать, и чрезвычайно характерно формирование метакристаллов. Метакристаллы растут в твердой среде, обычно захватывают минералы, которые находятся в его окружении, и метакристаллы могут ограняться. С метакристаллами, конечно же, нужно быть внимательными, стараться метакристаллы не путать с кристаллами, которые формируются как кристаллы диаморфные, скажем, в магматитах. Метакристаллы, несмотря на их огранку, являются поздними образованиями. Так, движемся дальше. Каким образом происходит привнос или вынос вещества в метасоматитах? Есть два крайних случая метасоматоза. Это диффузный метасоматоз и инфильтрационный метасоматоз. Диффузный метасоматоз подразумевает миграцию вещества в застойных каких-то водах, которые находятся в микротрещинах, в микропорах, за счет диффузии. За счет диффузии вещества происходит привнос новых компонентов и вынос компонентов, которые были. То есть происходит массоперенос за счет диффузии. Но, как несложно догадаться, диффузия – процесс медленный, и за счет только диффузного механизма невозможно объяснить образование крупных значительных метасоматических тел. За счет только диффузного механизма могут образовываться метасоматические колонки, незначительные мощностью от первых миллиметров сантиметров, ну или мощностью максимум до первых метров. Масштаб массопереноса незначителен, и, конечно же, мощность метасоматитов, которая по данному механизму будет образовываться, будет небольшая. А вот инфильтрационный механизм подразумевает перераспределение флюидов. И просачивающиеся флюиды переносят разнообразные компоненты. И вот при таком механизме, конечно же, возможен значительный масштаб массопереноса, и, возможно, образование очень мощных, иногда в сотне, а иногда даже в районе километра, участков, захваченных метасоматическими преобразованиями. Как правило, в реальных случаях, как правило, в природе реализуется и тот, и другой механизм одновременно. Но наибольший вклад в формирование метасоматитов, конечно же, вносит инфильтрационный механизм. Два слова о флюидах. Во-первых, источник флюидов, откуда берутся флюиды, которые порождают метасоматические породы. Часто мы сталкиваемся с ювенильными флюидами, с флюидами, которые отделяются от магматических тел. Речь идет, естественно, о интрузивных образованиях, в первую очередь. При раскастелизации каких-либо интрузивных тел, естественно, отделяется часть флюидов, которые были ранее растворены в расплаве. И вот эти флюиды, нередко весьма агрессивные, имеющие достаточно высокую температуру, начинают мигрировать в пределах родительского интрузива, выходят за его пределы и, естественно, вступают в взаимодействие с существующими минеральными ассоциациями и могут их изменять. Но мы сейчас об этом будем говорить, поэтому я сейчас остановлюсь на этом. Итак, флюиды могут быть ювенильные, генетически связанные с магматитами. Флюиды могут быть водозными. Это самый, наверное, такой простой случай. Метеорные воды. Воды, которые с поверхности по системам трещин, разломов, могут проникать на определенные глубины, сотни метров, иногда даже первые километры. И вот эти воды могут нагреваться, приобретать какую-то минерализацию и дальше уже выступать в качестве таких вот агентов метцематоза. Морские воды, наверное, наиболее интересный момент, захороненные. Флюиды нередко генетически связаны с процессами регионального метаморфизма. Ну, самое типичное. При региональном метаморфизме мы видим, что минералы преобразуются, перекристаллизовываются. И очень часто водные минералы сменяются безводными минералами. Естественно, высвободившаяся вода, она никуда не девается, она начинает мигрировать по породам на достаточно большие расстояния. И, естественно, вот эти флюиды могут инициировать образование метасоматитов. Иногда метаморфогенные флюиды связаны с, например, эвопоритами. И в таком случае, конечно же, это будут флюиды гораздо химически активнее. Так, ну и самый, наверное, один из самых типичных случаев – это смешение флюидов. Ну, например, смешение флюидов магматогенных и метеорных вод. При смешении образуются какие-то гибридные флюиды, и в природе, наверное, эта ситуация является одной из самых распространенных. Чаще всего мы сталкиваемся с флюидами водными. При увеличении температуры воды плотность воды закономерно снижается вплоть до значения приблизительно 0,6 грамм на кубический сантиметр. А при достижении температуры в 374 градуса вода переходит уже в надкритическое состояние. Надкритическое состояние очень любопытно. Плотность этого вещества воды в надкритическом состоянии снижается еще больше, достигая значения 0,3 грамм на кубический сантиметр. И любопытно, что воду, которая находится в надкритическом состоянии, мы уже никак не можем перевести в жидкость. Никаким давлением мы не можем воду, которая находится при температуре больше, чем температура критической точки, перевести в жидкое состояние. Это такое получается промежуточное состояние между газообразным и жидким. Но если упрощать ситуацию, то это такое промежуточное состояние между жидким и газообразным состоянием. Плотность, повторюсь, воды в надкритическом состоянии 0,3 грамм на кубический сантиметр. Вот эта температура 374 градуса для нас очень важна. Она лежит в основе разделения процессов метасоматических и процессов в чистом виде гидротермальных. Хотя, конечно, все это весьма условно, но обычно об этой температуре вспоминают, когда пытаются установить верхнюю планку по температуре для гидротермальных процессов. Но, повторюсь, все это весьма условно. Вот эта температура 374 градуса, она справедлива для воды в чистом виде. Если вода чистая, водный флюид чистый и содержит незначительное количество растворенных каких-то компонентов, то температура 374 или чуть-чуть больше. Но с увеличением солености водных флюидов температура критической точки начинает существенно увеличиваться. И температура может составлять и 400 градусов, и 450 градусов, и, видимо, существенно больше. Всегда надо помнить, когда мы говорим о переходе водного флюида в надкритическое состояние, всегда надо помнить о его солености. Вот такие температуры справедливы в том случае, если флюид водный и его соленость очень и очень низка. Но реальные флюиды бывают очень солеными. Они содержат очень большое количество растворенных компонентов. И соленость может достигать и 30, и 40, и 50 процентов в эквиваленте на трихлор. И вот при такой высочайшей солености температура критической точки будет существенно повышаться. Об этом, конечно же, нужно не забывать. Два слова о химизме флюидов, которые участвуют в образовании метасоматитов. Я уже сказал, что чаще всего флюиды, которые приводят к формированию метасоматитов, водные. Обычно они нейтральные. Но иногда мы сталкиваемся с флюидами, которые проявляют кислые свойства или которые являются щелочными. В зависимости от свойств флюида мы можем сталкиваться с квази-нейтральными метасоматитами. К таким можно отнести скарны, натровые пропеллиты. Они формируются за счет воздействия на породы флюидов, близких к нейтральным. Ну а в том случае, если флюиды кислые или щелочные, то образуются продукты кислотного щелочивания или метасоматиты щелочного типа. К продуктам кислотного щелочивания относятся такие метасоматиты, как метасоматиты грейзной формации. Сейчас мы о них поговорим. К этим метасоматитам относятся аргелизиты, конечно же. Ну и, конечно же, к этим метасоматитам нужно отнести вторичные кварцы. Это важные типы метасоматических пород, об этом мы будем говорить. Ну и метасоматиты щелочного типа. Как правило, они бескварцевые. В подавляющей большинстве случаев метасоматиты щелочного типа не содержат кварц. Это воскотемпературные фениты. Это, ну, понятно по названию, герениты. Что за метасоматиты? Садолитовые, конкоренитовые породы – это щелочные метасоматиты. Естественно, они будут бескварцевые. Низкотемпературные эйситы. Вот в данном случае кварц иногда появляется. Это низкотемпературные щелочные метасоматиты. В зависимости от характера флюидов у нас формируются разные по своей сути метасоматические породы. Ну и надо отметить, что метасоматиты формируются в очень большом диапазоне температур. Условно, метасоматические образования делят на высокотемпературные, которые формируются при температурах выше, чем 500 градусов. Среднетемпературные формируются в диапазоне 500-300 градусов. Ну и низкотемпературные формируются в диапазоне от температуры 300 градусов до температуры уже достаточно низкой, в районе 100 градусов. Конечно же, границы между высокотемпературными, среднетемпературными и низкотемпературными метасоматитами, они несколько условны. Но все же мы будем на эти термины опираться, на эти температурные рубежи будем опираться, несмотря на их условность. И начнем рассматривать метасоматиты, естественно, с высокотемпературных. Итак, начнем первыми метасоматитами, о которых я расскажу, будут фениты. Метасоматиты фенитовой формации. Что собой представляют эти метасоматиты? На этой диаграмме, которая представляет собой зависимость температуры и pH, зависимость состава метасоматитов от температуры формирования и от кислотности среды. Вот на этой диаграмме мы видим, что поле фенитов лежит в области высоких температур, и они формируются за счет воздействия на породы щелочных флюидов. Фениты – это высокотемпературные щелочные метасоматиты. В каком случае формируются данные метасоматиты? Они формируются за счет воздействия на вмещающие породы, магматических пород повышенной щелочности. Это обычно щелочные сиениты, нефелиновые сиениты, это могут быть кимберлиты, это могут быть граниты, например, щелочные, или же это карбонатиты. Магматические породы, щелочные магматические породы, воздействия на вмещающие породы порождают ореолы фенитизации. И эти ореолы могут быть очень и очень мощными. Впервые фениты были установлены на острове Фён. Собственно говоря, за счет этого они получили свое название. Фениты на этом острове норвежском располагаются на экзоконтакте тел карбонатитов и щелочных ультрасновных магматитов. И в экзоконтакте развиваются ореолы фенитизации. Давайте посмотрим на состав фенитов. На схемке вы видите ореол фенитизации. Некая щелочная порода здесь представлена. Вмещающие породы, в основном, конечно, кремнекислые породы. И мы видим, что вмещающие породы подвергаются фенитизации. Степень фенитизации, естественно, снижается по мере удаления от контакта в сторону вмещающих пород. Так, исходные породы, вмещающие породы, которые часто представлены гранитогнейсами, какими-то магматизированными породами. Вмещающие породы, обычно богатые кремнезиомом, под воздействием щелочных флюидов начинают преобразовываться. Из новообразованных минералов надо отметить, конечно же, нефелин, щелочные пероксены, щелочные амфиболы. И характернейшим минералом, особенно тыльной колонки фенитизации, является калевый полевой шпат. Образующиеся породы нередко крупнокристаллические, массивные, и имеют состав, схожий с сенитами, нефелиновыми сенитами даже. И нередко породы тыльной зоны колонки нередко принимают заинтрузивные сениты. Так сказать, способствуют ошибке высокий температур, при которых породы, подвергающиеся фенитизации, нередко подплавляются. Мы видим, что вмещающие породы на контакте с щелочным массивом могут подплавляться. И в метасоматитах в результате могут быть зафиксированы, в минералах метасоматитов могут быть зафиксированы расплавные включения. Это, конечно же, осложняет диагностику этих пород, отнесение этих пород к метасоматитам. В зависимости от удаления, вернее, по мере удаления от контакта щелочного массива с мещающими породами, степень фенитизации сокращается. И на фронте фенитизации из новообразованных минералов мы видим уже только один альбит. Фениты, повторюсь, метасоматиты высокотемпературные. При высоких температурах вмещающие породы интенсивно изменяются, и мощность орёлов фенитизации может быть значительная. Нередко это сотни метров, а в некоторых случаях мощность орёловой фенитизации может достигать километра или даже нескольких километров. При внедрении щелочного некого мугматического тела вмещающие породы подвергаются фенитизации, и мы можем выделить прогрессивную стадию фенитизации, которая сопровождается значительным разогревом вмещающих пород, интенсивным их преобразованием, и можем выделить регрессивную стадию фенитизации. Понятно, с чем это связано, стадия с общим остыванием системы. И мы будем видеть, что на более высокотемпературные ассоциации фенитов будут накладываться уже более низкотемпературные ассоциации. Очень интересен прогрессивный этап, прогрессивная стадия фенитизации, так как на этой стадии фенитизации температуры могут достигать значений 700, иногда даже 800 градусов. И при фенитизации вмещающих кремниекислых пород нередко появляются полингенные расплавы. Я об этом только что сказал. В минералах-фенитах, с одной стороны, мы можем увидеть расплавные включения, ну а с другой стороны, полингенные расплавы сиенитовые могут где-то накапливаться, перераспределяться по каким-то трещинным зонам. И у нас могут образовываться как в интрузиве, так и в орёле фенитов дайки сиенитового состава. И, конечно же, наличие вот этих даек, магматических образований будет существенно осложнять генетическую интерпретацию данных пород. На прогрессивной стадии при высокой температуре возможно даже подплавление вмещающих пород и образование полингенных расплавов. Об этом нужно помнить. Какие флюиды работают при формировании фенитов? Это щелочные флюиды и важнейшие компоненты представлены на слайде. Щелочные флюиды переносят самые разнообразные химические элементы, среди которых важнейшие — это фосфор, это, конечно же, нёби, тантал, титан, тронцебарий и так далее. И в некоторых случаях вот эти элементы накапливаются в значительном количестве и в связи с фенитами могут образовываться промышленно значимые скопления ряда перечисленных элементов. Давайте дальше двигаться. Какие действительно промышленно значимые месторождения могут быть связаны с фенитами? Это месторождения необи и тантала. Разные танталы необаты могут присутствовать в фенитах, но самый типичный минерал, который имеет промышленное значение, это, конечно же, перохлор. Затем с цирконом могут быть связаны циркониевые руды, из них попутно можно извлекать гафни. Ну и с фенитами могут быть связаны промышленно значимые скопления редкоземельных элементов. Так, ну, наверное, об этих объектах я говорить не буду. Два слова скажу о камне-самоцветных проявлениях, которые связаны с фенитами. Это месторождение хромодиопсида и месторождение уникального ювелирно-поделочного камня России и чероида. Эти месторождения тоже связаны с фенитами. Фениты необычные, но, тем не менее, месторождения хромодиопсида и чероида тоже связаны с фенитами. Если говорить о хромодиопсиде, то самое известное месторождение, самое, наверное, значимое месторождение ювелирного хромодиопсида не только в России, а вообще в мире, расположено на западе Алданского щита и связано с инаглинской интрузией. Образование хромодиопсида связано с формированием фенитов. Фениты формируются на контакте дунитов и секущих эти породы щелочных и щелочных основных магматитов. На контакте этих пород образуются необычные фениты и в составе этих фенитов мы сталкиваемся с хромодиопсидом. Хромодиопсид образует достаточно крупные индивиды. Он прозрачный, ярко окрашенный, понятно, за счет присутствия хрома. И вот этот хромодиопсид является очень интересным ювелирным материалом. Он добывается на этом месторождении в пределах анаглинского массива. Ну и знаменитое месторождение чироитов – сиреневый камень. Чироиты тоже связаны генетически с фенитами. Фениты развиты в ореолах щелочных интрузий Мурунского ультракалиевого комплекса. Непосредственно месторождение сиреневого камня локализовано в пределах экзоконтакта Маломурунского щелочного массива. Этот массив контактирует с известняками и кварцевыми песчаниками. И вот эти породы подверглись фенитизации. Причем уникальность этого месторождения заключается в том, что фенитизация двустадийная. На более ранние поливошпатовые фениты вот в этом, на этой фотографии мы видим такой существенный поливошпатовый агрегат, на который мы видим наложенную чироитовую минерализацию. Так вот, на эти поливошпатовые фениты накладываются более поздние фениты повышенной коленинности. И вот с ними как раз связана вот эта вот знаменитая минерализация месторождения сиреневого камня, ну и в первую очередь сам чироит. Так, это высокотемпературные метасоматиты, щелочные метасоматиты, фениты. Далее мы перейдем к тоже высокотемпературным метасоматитам, к скарнам. Это более распространенные метасоматиты, гораздо более важные в промышленном отношении. Со скарнами, естественно, человек столкнулся давно, и термин скарный, он достаточно старый. Это старый шведский горнятский термин, который обозначает пустую породу. Они этим термином обозначали пустые скарны, пустые породы на скарновых магнетитовых месторождении в Швеции. Так, если посмотреть на диаграмму, к которой мы уже обращались, то скарны являются метасоматитами, действительно высокотемпературными, которые формируются за счет воздействия на... за счет... которые формируются при участии, давайте я вот так скажу, флюидов квазинейтральных. Это высокотемпературные метасоматиты. Метасоматиты контактово-метасомат... Эти породы являются контактово-метасоматическими породами, скарны являются контактово-метасоматическими породами, развиваются обычно на контакте контрастных по химическому составу сред. Самая классическая ситуация – интрузивное тело, сложное какими-то алюмосиликатными породами, например, гранитами, гранодиоритами, которое внедрилось в толщи карбонатов. И на контакте алюмосиликатных пород и вмещающих карбонатных пород формируются контактовыми соматические породы скарны. Формирование скарнов связано с взаимодействием контрастных по составу пород, с переносом, с участием, естественно, флюидов, элементов из гранитоидов, ну и каких-то элементов из карбонатных толщ. Гранитоиды богаты помимо кремния, алюминием, железом. В некоторых случаях калием, натрием и так далее. Ну а вмещающие породы богаты кальцием, если это известняки, кальцием и магнием, если это доломитизированные известняки или доломиты, ну или магнием, если это, скажем, магнезиты. И вот на таких вот контрастных по составу, на контакте контрастных по составу пород формируются контактовыми соматические породы скарны. В зависимости от того, где развиваются ассоциации скарновые, мы выделяем эндоскарны. Эндоскарны замещают алюмосиликатные породы. И мы выделяем экзоскарны, которые развиваются по карбонатным породам. В зависимости от... Да, кстати, хочу обратить внимание на вот эту нижнюю фотографию. Здесь можно видеть прекрасные экзоскарны, сложные преимущественно пероксенами и пероксиноидами, которые развиваются по трещинам, видно без комментариев, мне кажется, каких-либо, без пояснений, которые развиваются по трещинам в мраморах вмещающих. Это такие замечательные экзоскарны на полиметаллическом месторождении Дружба в Болгарии. Их положение какое-то такое, они развиваются по карбонатным толщам. В данном случае механизм, судя по всему, инфильтрационный. Мы видим, что новообразованные ассоциации формируются по трещинам, и по этим трещинам идет привнос вещества. Так, ну, возвращаемся непосредственно к общей характеристике скарнов. Скарна в зависимости от локализации, но в метасоматических таких ассоциаций подразделяется на эндоскарны и экзоскарны. И в зависимости от состава скарны делятся на магнезиальные и известковые скарны. Магнезиальные скарны формируются в том случае, если вмещающие карбонатные толщи богаты магнием. И магнезиальные скарны являются более высокотемпературными, они являются более ранними. Ну, а известковые скарны формируются после магнезиальных скарнов, или они формируются сами по себе, если вмещающие породы не содержат магния. Естественно, в таком случае не будет у нас магнезиальные скарны формироваться, сразу будут формироваться известковые скарны. Эти метасоматиты являются очень и очень распространенными, они высокотемпературные, и, как правило, на магнезиальные скарны, на магнезиальные скарны и известковые скарны накладываются все последующие более низкотемпературные ассоциации. Они предшествуют большинству других метасоматитов. Очень часто мы видим, что на ассоциации магнезиальных скарнов накладываются более поздние ассоциации известковых скарных. В некоторых случаях на скарновые ассоциации могут наложиться грызновые ассоциации, более низкотемпературные пропелитовые и так далее. Скарны являются обычно наиболее ранними метасоматическими образованиями. Это очень распространенные высокотемпературные метасоматиты. Давайте обсуждать минеральные ассоциации скарнов. Начнем с наиболее высокотемпературных ассоциаций. Начнем с магнезиальных скарнов. Магнезиальные скарны формируются на контакте алюмосиликатных толщ. Это какие-то интрузивные тела, например, габроидов, гранитов, грандиоритов, долериты могут участвовать в формировании скарнов, с вмещающими толщами, которые богаты магнием. Что за конкретные породы могут быть? Это могут быть карбонатные магнезиальные толщи. Я уже перечислял. Магнезиты – это более редкая ситуация. Доломиты или донатизированные известняки – это более распространенная ситуация. Иногда вмещающие породы, богатые магнием, представлены телегенно-карбонатными толщами. Или это кремнистокарбонатное образование. Или более эзотичные ситуации – сульфатно-карбонатные толщи. По происхождению, по составу, вмещающие породу могут быть разными. Но самое главное, они содержат то или иное количество магния. И на контакте с интрузивными телами могут формироваться высокотемпературные магнезиальные скарны. Магнезиальные скарны состоят из ряда минералов. Важнейшие – силикаты магния, силикаты магния и кальция. В некоторых случаях силикаты кальция. Что это за конкретные минеральные виды? Если говорить непосредственно о силикатах или о алюмосиликатах магния, то это форстерит – распространённейший минерал. Причём в некоторых случаях форстерит имеет магнезиальность практически 100%. Нередко в магнезиальных скарнах мы сталкиваемся с форстеритом, который не содержит каких-либо примесей. Он отвечает составу магний-2СО4 полностью. И такой форстерит нередко бывает не так легко продиагностировать. Если вы не имеете, скажем, большого опыта работы с подобными объектами, вы легко такой форстерит можете пропустить, потому что он нередко бывает прозрачный, бесцветный или белый, замещается серпентином, который тоже абсолютно безжелезистый и имеет белую окраску. Эти минералы можно пропустить или ошибочно продиагностировать. Итак, магнезиальный форстерит, фолгопит, слюда калевая, тоже нередко практически не содержит железо, светлоокрашенный или вообще бывает бесцветный. Абсолютно чистый фолгопит без железа, бывает белый или бесцветный, прозрачный, тоже такой фолгопит можно или пропустить, или неверно продиагностировать. Силикаты, магния и кальция. Мантичелит, минерал группы оливина. Пероксены, в данном случае речь идет о клинопероксенах, но для магнезиальных скарнов, конечно, характерны и магнезиальные пероксены, инстатит, например. Минералы магния и кальция, клинопероксены, ну и амфиболы. Амфиболы, конечно же, очень характерны. Если говорить о таких вот относительно низкотемпературных минералах, магнезиальных скарных, ну они, конечно, уже формируются после того, как скарны образовались, такие, получается, постскарновые ассоциации, очень характерен тремолит, очень характерен. Так, кальцевые минералы, это скополит, конечно же, это плагиоклазы, эти минералы обычно развиваются в эндоскарнах. Карбонаты кальция и магния, естественно, и очень характерна шпинель, очень характерна для данной ассоциации шпинель. Так, движемся дальше. Так, флюиды, которые формируют, участвуют в формировании магнезиальных скарнов, обычно содержат значительное количество хлоридов растворенных. Это флюиды, которые характеризуются очень высокой соленостью, и процент солености очень и очень значительный, фактически речь идет о весьма концентрированных рассолах. Фтор обычно в этих флюидах играет второстепенную роль. Главная составляющая флюидов, водных флюидов, это хлориды. Температура формирования магнезиальных скарнов весьма значительна. Это высокотемпературные метасоматиты и составляет температуру 600-700-800 градусов. В зависимости от давления, при которых формируются магнезиальные скарны, мы можем выделять и в обесальные, относительно малоглубинные скарны, мезообесальные и обесальные скарны, которые формируются уже при больших давлениях. В общем-то, глубинность в некоторых случаях влияет на состав магнезиальных скарнов. Мы об этом чуть позже поговорим. Так, магнезиальные скарны слагают биомцематические тела, и можно представить вот такую классическую, стандартную колонку магнезиальных скарнов. Так, если двигаться от вмещающих пород, от мармаров, от карбонатных толщ, то карбонатные толщи будут сменяться кальцифирами. Кальцифиры – это карбонатосиликатные породы. Они очень распространены, в том числе и в магнезиальных скарнах. Вот эти кальцифиры, карбонатосиликатные породы сложены карбонатами, кальцитом, магнезиальными карбонатами и разнообразными минералами магния. Очень характерен и форстерит, и пероксены. Ну и вот здесь, в этих экзоскарнах, в кальцифирах нередко появляется шпинель. Кальцифиры сменяются форстеритовыми скарнами, тоже нередко со шпинелью. Форстеритовые скарны, в свою очередь, сменяются скарнами фасаитовыми или диапсидовыми. Это клинопероксенов, фасаит, богат алюминием. И опять же, характерно для данной зоны шпинель может присутствовать форстерит. Эта зона переходит, в свою очередь, в зону титанит, клинопероксен, плагиоклазовых пород. Это эндоскарны, ну а потом мы уже переходим к неизмененным интрузивным породам. Нередко эндоскарны при вот таком составе, клинопероксен, плагиоклаз, нередко путаются с интрузивными породами. Зона эндоскарнов, особенно в полевых условиях, нередко пропускается, и эти породы принимаются за магматические. Давайте по основным минералам магнезиальных скарнов пройдемся. Карбонаты. С какими карбонатами мы сталкиваемся в магнезиальных скарнах? Ну, естественно, это кальцит и доломит. Но минералы, которые имеют состав отличающихся от теоретических формул, кальцит обычно обогащен магнием, ну а доломит обогащен кальцием. Так как митосоматиты воскотемпературные, то нередко мы сталкиваемся с твердыми растворами между кальцитом и доломитом. Из этой диаграммы видно, что твердые растворы между кальцитом и доломитом – это воскотемпературное образование. И при снижении температуры эти твердые растворы испытывают распад, формируются вот такие структуры распада твердого раствора. В данном случае в матрице кальцита магний, содержащего, присутствует доломит. Такие структуры распада являются характернейшими образованиями для магнезиальных скарнов. Повторюсь еще раз, магнезиальные скарны – это очень высокотемпературные метцоматиты, и при высоких температурах у нас между доломитом и кальцитом могут образовываться твердые растворы, которые могут распадаться. Обнаружение таких структур распада для нас очень важно – это типоморфный признак магнезиальных скарнов. Для магнезиальных скарнов характерны минералы железа. Рядом тел магнезиальных скарнов связано промышленное железное оруденение, ну и, конечно, характерны минералы бора. Откуда берется бор в магнезиальных скарнах? Но, наверное, основным источником бора являются плагиоклазы интрузивных пород, которые участвуют в формировании магнезиальных скарнов. Или это граниты, грандиориты, или это породы среднего состава, габроиды. В этих породах, которые содержат большое количество плагиоклаза, по всей видимости, бор находится в составе плагиоклазов. Плагиоклазы очень часто являются важнейшими концентраторами бора в магматических образованиях. И при разложении магматических плагиоклазов бор может высвобождаться. Другим источником бора могут являться осадочные породы, которые могут быть затронуты процессами цематоза. И из этих пород тоже бор может извлекаться. Так или иначе, мы в магнезиальных скарнах сталкиваемся с разнообразными минералами бора. Так как скарны магнезиальные, то, конечно же, минералы бора будут содержать в своём составе магний. Какие минералы бора мы видим в магнезиальных скарнах? Нередко это турмалин. Речь идёт о увите. Здесь вы видите состав этого минерала. Это минерал, который богат магнием. Увид, минерал группы турмалина, характерен для магнезиальных скарнах. Разнообразные бараты. Самым типичным баратом для магнезиальных скарнах является людвигит. С одной стороны, это барат, который мы легко диагностируем. Минерал содержится в составе железа, благодаря этому имеет тёмные окраски. Ну и людвигит для магнезиальных скарнах очень характерен. Он является одним из типичнейших минералов бора. И он является важнейшим трудным минералом бора на месторождениях, которые связаны с магнезиальными скарнах. Помимо людвигита, здесь мы сталкиваемся с катаитом. Такой-то нехитрый по составу барат, опять же, магния. И флюоборит бывает характерен. Тоже барат магния, который содержит в качестве дополнительных аньонов фтор- и гидроксильной группы. В качестве относительно позднего барата здесь мы видим ашарит. Опять же, барат магния. И в результате борная минерализация, которая связана с магнезиальными скарнами, бывает весьма значительно разнообразна по минеральному составу и значительно по объёмам. В некоторых случаях с магнезиальными скарнами бывают связаны месторождения бора. Часто эти месторождения комплексные. Это руды железа и бора. В качестве примера можно привести известное месторождение в Южной Якутии, которая располагается. Таёжная. Это очень крупное железное месторождение, связанное с магнезиальными скарнами. И с этим же месторождением связаны значительные запасы борного сырья. Но данный тип месторождения бора, он, конечно же, не представляет большого интереса, так как эти руды перерабатывают достаточно затратно и сложно. Конечно же, важнейшие источники бора – иные. Но об этом мы говорили в прошлом семестре. С магнезиальными скарнами связаны разнообразные месторождения проявления ювелирных камней, драгоценных проявлений ювелирно-поделочных камней. Ну, наверное, наиболее известные месторождения ювелирной шпинели. Эти месторождения расположены в разных регионах мира. Месторождения в Таджикистане, на Памире. Вот вы видите правую фотографию. Геологи организации «Союз кварц-самоцветы» держат уникальный по размерам и по массе кристалл шпинели, которая на этом месторождении была добыта. Подобные месторождения есть и в других регионах. Знаменитые месторождения Бирмы, она же Мьянма. В других районах подобные месторождения известны. Проявления и месторождения ювелирной шпинели, как правило, связаны с перекристаллизованными зонами кальцифиров. При перекристаллизации может происходить укропнение выделения шпинели, образование достаточно чистых, прозрачных кристаллов с приятной окраской. Окраска связана с разными примесями. Примесь хрома может вызывать в зависимости от концентрации или бледно-розовую, или розово-красную, или алло-красную окраску. Появление разновалентного железа может приводить к формированию такой вот фиолетовой, особенно если в паре с хромом железо работает, или синюю окраску. Зеленая окраска с железом может быть связана, и так далее, и так далее. Яркая синяя окраска бывает связана с кобальтом. Месторождение ювелирной шпинели, которые связаны с магнезиальными скарнами, является основными поставщиками данного драгоценного камня. Здесь вы видите фотографии, которые на местороженнику Хилал в Таджикистане были добыты. Такие прекрасные кристаллы прозрачной ювелирной шпинели, и вот этот гигант. Ну и, конечно же, месторождение Юго-Восточной Азии, месторождение в Бирме, районы Магог, которые славятся выдающимися кристаллами и ювелирной шпинели алло-красной, и, конечно же, ярчайших высококачественных кристаллов рубина. Это месторождения, которые связаны с кальцифирами, которые, по всей видимости, связаны с магнезиальными скарнами. Если говорить о месторождениях рубина, то это не только месторождения Бирма, но, например, месторождения, опять же, Таджикистана, известные месторождения снежные. Так, ну, к камню самоцветному сырью мы еще сегодня вернемся. Несколько слов о других минералах. Скарны могут образовываться на контакте с интрузивными телами, которые обладают повышенной щелочностью. В том случае, если скарны связаны с гранитоидами повышенной калийности, то в таких скарнах могут образовываться значительные скопления флагопита. Флагопит, я уже сказал, является типичным минералом скарнов. Ну, а в том случае, если скарна формируется на контакте с гранитоидами повышенной калийности, то количество флагопита может быть значительным. И такие скарны могут представлять интерес как источник флагопита. Знаменитейшее месторождение флагопита, которое вам прекрасно известно, с образцами этого месторождения вы познакомились на практических занятиях. Это Слюдянкинское месторождение в Прибайкале. Здесь когда-то активно добывали слюду, которая использовалась как изолятор. Кристаллы достигали иногда очень больших размеров, до десятков сантиметров, иногда даже до метра и более. Ну и с магнезиальными скарнами нередко бывают связанные минералы группы скополит. Это минералы ряда мионит, мореолит. Как правило, эти минералы развиваются в эндоскарнах. Опять же, в эндоскарнах пород повышенной щелочности. в некоторых случаях мы сталкиваемся с глубинными магнезиальными скарнами, которые сопрожены с инклюзивными телами, повышенной щелочности, с загранными сиенитами они могут быть связаны, с которыми связана очень необычная, очень необычная минерализация. В скарнах магнезиальных повышенной щелочности и больших глубин мы видим появление необычных минералов для магнезиальных скарнов. Это разнообразные минералы, сдержавшие в своем составе щелочи натрий, натрий и калий. Это фельдшпатоиды, о которых мы недавно говорили. В некоторых случаях в магнезиальных скарнах повышенной щелочности появляются минералы группы скополита, я об этом только что говорил, появляются фельдшпатоиды, нефелин. В некоторых случаях этот минерал замещается более поздними фазами, тоже фельдшпатоидами, садолитом, гуином, гакмонит характерен, конкоренит. И образуются минеральные ассоциации очень и очень необычные, которые для нас с вами больше привычны для, может быть, щелочных, магматических пород. Но, тем не менее, это мицематические ассоциации, которые развиваются в эндоскарнах в том случае, если в формировании скарнов участвуют породы повышенной щелочности и если эти скарны формируются при повышенном давлении. Это абиссальные скарны, абиссальные фазы скарнов. Так, ну и вот для таких скарнов повышенной щелочности характерен знаменитейший юлерно-поделочный камень лазурит, который сложен одноименным минералом. Минерал лазурит формируется уже в кальцифирах на флангах развития, на внешних частях мицематической колонки развивается лазурит, он образуется в кальцифирах и нередко образуют какие-то гнезда, а иногда образуют хорошо сформированные метакристаллы. Причем это достаточно крупные бывают метакристаллы размером до иногда нескольких сантиметров. При формировании магнезиальных скарнов, содержащих лазурит, очень большую роль играет сера. Причем хочу отметить, что вот в этих ассоциациях сера бывает по степени окисления разная. Мы здесь сталкиваемся и с сульфатной серой, мы здесь сталкиваемся и с сульфидной серой. Сульфатная серая и сульфидная серая могут входить как дополнительные анионы в состав того же лазурита или каких-то иных фельдшпатоидов, которые формируются в данных скарнах. Мы видим здесь разнообразные минералы серы в составе скарнов. Сульфиды очень характерны для, например, лазуритоносных скарнов Афганистана или Таджикистана очень характерен перит. И нередко мы здесь сталкиваемся с самородной серой. Её можно иногда видеть у образца глазом, но лучше всего, конечно, её видно в шлифах. Нередко образцы лазурита, образцы магнезиальных скарнов с лазуритом бывают нередко просто забиты самородной серой. Большую роль для данных ассоциаций играет сера. Важно помнить, что сульфидная сера отвечает за яркую синюю окраску лазурита и некоторых других фиршпатоидов, которые в этих ассоциациях встречаются вместе с лазуритом. Лазурит является очень ценным, очень популярным ювелирно-подделочным камнем, но хороший, качественный лазурит в природе достаточно редок. Буквально по пальцам можно пересчитать знаменитые и промышленно значимые месторождения, причём одной руки, даже с запасом. Самые знаменитые месторождения это, конечно, месторождения Афганистана, которые отрабатываются видимо минимум 3000 лет, а может быть и больше. Вы здесь на слайде видите прекрасные метакристаллы ромбододекаэдры лазурита в такой карбонатной массе, видимо с перитом. Это для афганских образцов характерно. Это образцы лазурита. Подобные ассоциации мы видим на Ледваждаринском месторождении. Это тоже месторождение связанное с магнезиальными скарнами. Тоже очень качественный материал добывается на этом месторождении. Третий объект, о котором имеет смысл упомянуть, это месторождение Прибайкалья. Здесь тоже иногда находится очень интересный яркий лазурит. По большому счету, эти три объекта являются важнейшим источником лазурита в мире. На первом месте самое интересное объекты Афганистана и Таджикистана. И вот эта лазуритовая минерализация связана с глубинными магнезиальными скарнами повышенной щелочности. На этом мы с магнезиальными скарнами закруглились практически. И два слова я скажу о известковых скарнах. Известковые скарны формируются или как самостоятельные мецематические образования, или они формируются после магнезиальных скарнов, накладываясь на ассоциации магнезиальных скарнов. Как таковые известковые скарны формируются на контакте неких алюмосиликатных пород с карбонатными толщами, которые сложены в первую очередь кальцитом. И формируются породы, сложные разнообразными в первую очередь силикатами кальция, алюминия, железо. Это характернейшие минералы известковых скарнов. И последствия, какие минералы образуются характерны для известковых скарнов. Это клины, пероксены, диапсид гиднобергитового ряда. Магнезиальный диапсид встречается и в магнезиальных скарнах, но и для известковых скарнов он характерен, но диапсид уже такой более железистые вплоть до появления уже гиднобергита. Это характерные пероксены известковых скарнов. Гранаты, чрезвычайно распространенные минералы известковых скарнов, это гранаты гроссуляр андродитового ряда. Это силикаты кальция, алюминия, кальция, железо. Очень характерен волостонит. Нередко вместо волостонита появляются другие пероксиноиды. бустамид и бустамидоподобные минералы, пьеробустамид, дальнегорскит, родонит очень характерен, ну и другие пероксиноиды. Характернейшим минералом относительно низкотемпературным для языковых скарнов является эпидот. Ну, также надо, конечно, отметить и везувиан, а в околоскарновых породах, ну, речь идет о эндоскарнах. В данном случае могут появляться новообразованные и плагиоклазы, и калиевый полевой шпат, и все те же минерал групп скаполита. Извесковые скарны формируются при температуре, это тоже воскотемпературные мицематиты, но они формируются при несколько меньших температурах, нежели магнезиальные скарны. Для магнезиальных скарнов, как я уже говорил, характерны температуры 600-800 градусов, а для известковых скарнов характерны несколько меньшие температуры. Ранние минеральные ассоциации начинают формироваться при температуре не больше, чем 700 градусов. Очень часто мы видим, что магнезиальные скарны и известковые скарны сопряжены, и известковые скарны накладываются на более ранние полевоскотемпературные магнезиальные. Работой с известковыми скарнами мы видим, что можно выделять температурные фации. Наиболее высокотемпературной фацией для известковых скарнов является фация полустанит плугиоклазовая. Эти скарны формируются по температуре приблизительно 700 градусов или чуть более. При температуре 700-600 градусов формируются известковые скарны гранат-пероксин полустанитовые фации. При снижении мы видим переход температуры, мы видим переход к фации гранат-пероксин полугиоклазовый. Волустанит исчезает. Затем переход к гранат-эпидотовой фации. Ну, а еще при меньших температурах у нас будут образовываться скарны пероксинопидотового состава. Смена составов идет на фоне снижения температуры формирования этих метасоматитов. гранат-пероксинопидот. Обращаю ваше внимание на фотографии классическая ассоциация для известковых скарнов. Эпидот зеленый и вот такой зональный коричневый до почти черного гранат. Гранат андродит. Эпидот является минералом, который обычно образуется при относительно небольших температурах. Он входит в состав гранатопидотовой и пероксинопидотовой фации. Он появляется при температурах как видно 500 градусов и ниже. Хочу обратить внимание на властанит и пероксиноиды. Очень часто в безысковых скарнах образуется властанит, но помимо властанита присутствуют разнообразные другие пероксиноиды, которые не всегда визуально бывают легко отличимы от властанита. Макродиагностика властанита в изысковых скарнах желательно всегда подтверждать какими-то рентгеноструктурными методами определением состава пероксиноидов для того, чтобы убедиться, что мы работаем действительно с властанитом, а не с каким-либо иным пероксиноидом. Очень показательный пример Дальнегорска. На дальнегорском боросиликатном месторождении, которое отрабатывается карьером бор, о нем я уже неоднократно упоминал, очень часто мы сталкиваемся с такими скарнами, которые сложены белым пероксиноидом, зелененьким гиденбергитом, светло-светло-светло-таким зеленым салатовым деталитом. И вот эти полощатые рисунчатые скарны часто используют как поделочный камень, как коллекционный камень, как иногда даже облицовочный. Их именуют часто даже не задумываясь деталит, волостанит, гиденбергитовая скарна. Но вот этот белый пероксиноид на самом деле волостанитом не является. Вот этот продобразующий минерал на целом месторождении оказался не волостанитом, а иным минералом, который был относительно недавно доизучен и он получил название дальнегорскит. Во многих работах отмечалось, что состав пероксиноида не соответствует на месторождении, боросиликатное месторождение в Дальнегорске не соответствует волостаниту. Об этом писали, но вот в конце концов этот материал был недавно только доизучен и этот пероксиноид получил название дальнегорскит. Так что не всегда вот этот белый иголичатый минерал, с которым мы в известковых скарнах сталкиваемся, является волостанитом. Нередко это иные пероксиноиды, и такие минералы, конечно, надо диагностировать инструментальными методами. Ну и в заключении рассмотрения скарнов два слова о месторождениях, которые с этими медсоматитами могут быть связаны. Я уже о некоторых сказал, но ничего страшного, повторюсь. С магнезиальными скарнами могут быть связаны месторождения железорудные и месторождения борного сырья. Ну вот очень известное таежное месторождение Южной Якутии, я уже об этом говорил. И, конечно же, с скарнами магнезиальными связаны месторождения флагопита. Ну, сейчас, может быть, значение этих месторождений не так велико. И, конечно же, месторождения ювелирных и ювелирно-подделочных камней. А вот эта роль, конечно же, магнезиальных скарнов, она весьма-весьма велика. Магнезиальная скарна является важнейшим источником ряда драгоценных камней и камней ювелирно-подделочных. С магнезиальными скарнами связаны месторождения ювелирной шпинели, месторождения корунда, в первую очередь, рубина. В некоторых случаях мы видим месторождение ювелирных минералов группы гумита. Это хондродит, это клиногумит. Конечно, нужно не забывать о лузурите, нужно помнить о нефрите. Нефрит, конечно же, является здесь минералом поздним, он непосредственно не связан с формированием магнезиальных скарнов, но тем не менее он локализован в телах магнезиальных скарнов и это тоже очень важный источник данного поделочного камня, ювелирно-поделочного камня. Ну и месторождения связаны с известковыми скарнами. Конечно же, это же зарудные объекты, знаменитейшая гора магнитка на Урале, о которой знают практически все, но ныне это, конечно, месторождение уже отработано, но тем не менее это месторождение о себе заявило в первые пятилетки активно это месторождение осваивалось, отрабатывалось. Это, конечно же, скарновое месторождение. Железорудные скарновые месторождения известны на северо, получается, западе Казахстана. Это Соколовский рудник, Сарбайский рудник, очень крупные. Нужно не забывать о Дашкисанском месторождении железорудном и так далее. Со скарными могут связаны медные руды, со скарными могут связаны вольфрамовые руды, причем вольфрам в основном концентрируется в Шиэлите. Это знаменитейшее, конечно, месторождение Средней Азии, ну и вольфрамовый гигант Северного Кавказа, Тернауское месторождение. Полиметаллические руды связаны с известковыми скарными. На Дашкисанском месторождении был участок, на котором было локализовано кобальтовое орудинение. Ну и с известковыми скарными связаны, конечно же, также минералы бора, и известковые скарны тоже могут быть бороносными. Это уже неоднократно упомянутая боросиликатная месторождение в Дальнегорске. Как у нас со временем? Так. Ага. Ну, наверное, тогда мы на этом сейчас остановимся. Мы завершили рассмотрение важнейших высокотемпературных типов математических пород. Мы поговорили о фенитах и поговорили о скарнах. Ну, а на следующем занятии мы продолжим рассмотрение метасоматических пород, продолжим обсуждение апогранитов. Ну, на этом мы сегодня завершаем нашу лекцию. Спасибо за внимание. апогранитов. Спасибо. Спасибо.